В Америке продолжается подсчет голосов на промежуточных выборах. По-прежнему не определено, кто получит большинство в Палате представителей и Сенате. Опросы и эксперты прогнозировали победу республиканцам и переход под их контроль всего Конгресса. Однако уже сейчас можно предположить, что однопартийцы Трампа будут довольствоваться лишь небольшим перевесом в Палате представителей. Это значит, что они не смогут ни проводить собственные масштабные реформы, не тормозить инициативы президента Байдена. О том, как проходит подсчет голосов и какие возникли проблемы, мой коллега Данил Русаков. Итоги промежуточных выборов США подсчитывают уже третий день, и один из главных ньюсмейкеров этого голосования опять Джорджия. Два года назад с фаворитом президентской гонки здесь определились не сразу, и теперь ситуация повторяется. Отказавший в пересчете бюллетеней Трампу региональный госсекретарь-республиканец Брэд Рафинспенгер снова под телекамерами. Говорит, второй тур неизбежен ни действующему сенатору-демократу Рафаэлю Орнаку, ни его конкуренту Хэршу Уокеру. Не удалось получить больше 50 процентов электоральной поддержки. Нам нужно, чтобы все кандидаты, которые потерпели неудачу, признали это и согласились на второй тур, который предусмотрен действующим законодательством. Следующий раунд голосования состоится 6 декабря. Офис губернатора уже начал подготовку новых бланков бюллетеней. Необходимая работа в округах также стартовала. Своеобразный день сурка случился и в Аризоне. На авансцену снова вышел самый густонаселенный район штата округ Морикопа. Там примерно на четверти избирательных участков вышли из строя машины для обработки голосов. В итоге процесс валиизъявления замедлился и республиканцы снова обвинили местные власти якобы в краже голосов. Это, конечно, не так. Досрочная обработка бюллетеней прошла очень хорошо. У нас было очень мало проблем и мы оперативно реагировали на проблемы в среднем менее чем в течение 30 минут. Я горжусь работой, которую мы тут проделали. В целом проблем с голосованием было куда меньше, чем во время предыдущей кампании. О том, что окончательных результатов до сих пор нет, также сообщил избирком Невады. Чиновники не успеют закончить подсчет раньше 12 ноября. Речь о тех голосах, что отправлены по почте. Впрочем, в некоторых районах сроки растягиваются. Сотрудники избиркома в округе Лас-Вегас заявили, до начала следующей недели они тоже не справятся. Округ Кларк – одно из мест, где бюллетени до сих пор обрабатывают. Это крупнейший избирательный район Невады. Его еще называют ключевым полем национальной электоральной битвы. По официальным данным, Трамп потерпел здесь неудачу в 2016 и 2020 годах. Итак, у нас есть 14 718 бюллетеней, поданных по почте, которые не были просчитаны вчера вечером. Их обработкой мы заняты сегодня. О том, как все прошло, мы сообщим дополнительно. Мы опубликуем наш новый отчет о результатах на официальном веб-сайте. Зато в Висконсине ситуация более-менее понятная. Здесь сенатор и республиканец Рон Джонсон победил демократа Манделу Барнса. На митинге сторонников проигравшего приветствовали словно победителя. Результат этого голосования Барнс признал. К сожалению, на этот раз мы не смогли преодолеть финишную черту. Но вся эта кампания многое значила для нас всех. Сам факт того, что мы не смогли пересечь финишную черту, не значит, что все закончено. Промежуточные итоги промежуточных выборов прокомментировала президент США. Джо Байден собрал пресс-конференцию в Белом доме. «Наша демократия подверглась испытанию в последние годы, но американский народ высказался и еще раз доказал, что демократия – это то, кто мы есть. В Штатах по всей стране наблюдалась рекордная явка избирателей». А еще Байден заявил, какими бы ни были окончательные результаты, он готов работать со своими коллегами-республиканцами в Конгрессе. Главная сенсация региональных выборов – демократы перехватили контроль над большинством мест в ЗАГСобрании Мичигана. Теперь в Лайфштадте фактически находится в их руках аналогичная ситуация. Случилось и в Миннесоте. Там республиканцы утратили контроль над местным Сенатом. А в Пенсильвании однопартийцы Байдена получили в свое распоряжение большинство мест в Нижней палате «Ассамблеи». Данил Русаков, Михаил Харченко и Семен Лобачев. РТВА. Нью-Йорк. Ну что ж, обсудим происходящее сейчас с Феликсом Кижнером, политиком, предпринимателем. Феликс присоединяется к нам из Майами, штат Флорида. Здравствуйте, Феликс. Здравствуйте. Ну что, как вам результаты? В общем, достаточно неожиданные, как оказались даже для президента Джо Байдена, который вчера уже приготовился к двум трудным годам, как он об этом сам заявил, а потом, в общем-то, сказал, что не так все плохо. Это показывает, что американцы, как все думают, что вот они партийные, партия приказала, мы пошли и сделали. Совсем все не так, потому что Америка, она с самого начала была построена на прежде всего страна, а не партия. Поэтому мы, например, во Флориде видим, вот, например, отличный результат. Очень многие демократы, хотя у меня синяя рубашка, но мы теперь Красный Штат, можно сказать, конкретно. Это мы еще с вами обсудим, кстати, у меня заготовлены на эту тему вопросы как раз. Да. И вот можно сказать, что народ вышел и посмотрел на кандидат. Такого давно не было, особенно когда страна была разделенная. Сейчас, например, у нас очень с губернатора явно, что за него и голосовали и демократы, и независимые, и республиканцы, конечно. Все вышли очень большой силой. Например, мэр нашего города. Она хоть и демократ, но оппонент ее, кинула третьего оппонента. Но многие республиканцы за нее проголосовали. И теперь у нас сейчас второй тур. Так же, как и в Джорджии, 6 декабря мы будем выбирать. У нас выборы продолжаются. Но люди смотрят на кандидата. Из чего кандидат сделан? Что он сделал? Что он проталкивает? За аборт, против аборт. Что он с налогами думает? Потому что есть на самом деле и в той и в той стороне разный спектр. Есть консерваторы, демократы. Есть ультралевая часть, с которой я полностью не согласен. Так Азия, Кортес и вся та часть демократической партии. Кстати, небольшая опасность я вижу и для республиканцев, и для демократов, что теперь ультраправая и ультралевая часть, ее надо будет, голоса будут очень важные. У них будет больше голоса. И у ультраправых у республиканцев, и у ультралевых. И это не есть хорошо. Но что есть хорошо, что теперь можно договариваться. Ведь на одной и на той стороне, мы знаем, есть люди, которые хотят лучше для страны, а не чисто тупо партийной линии. Поэтому чем ближе конкуренция, чем ближе эти выборы и с той, и с той стороны, тем лучше для нас, избирателей, и для американцев. И поэтому люди голосовали как американцы, а не как демократы, республиканцы или независимые. Ну давайте поговорим про покраснение все-таки Флориды. Во-первых, почему все-таки это произошло? И насколько мы Флориду все-таки потеряли? Я имею в виду демократическая партия, насколько потеряла Флориду, насколько долго и насколько глубоко, скажем так, в преддверии 2024 года, когда пройдут очередные выборы президента. То есть Флориду можно уже считать не колеблющимся штатом? Или какая обстановка происходит сейчас? Я думаю, что скорее всего да. И это республиканцы должны благодарить, конечно, кого лидера? Да, потому что на сегодняшний день, в принципе, он и финансово себя проявил. И он чувствует культуру. Я не могу сказать, что это вся страна. Но вот эта вот культура, волк-культура и трансгендерная культура у нас немножко во Флориде, она не так проходит, как в поле либеральных штатах. Он это четко чувствовал. Не забудьте, что он прошел всего лишь точка 4 процента в прошлый раз. Это было, если говорить, 32 тысячи голосов. А сейчас он выиграл на 20 процентов. Почему? Еще раз. Во время урагана он себя тоже хорошо провел. И финансово. И тут народ подумал. Ну и во время пандемии, кстати, тоже. Это ему уж помогло. Все началось, да. Все началось как раз тогда, да. Да, да, да. Пандемия у меня был тот пункт, который привлек к себе внимание, когда все были закрыты. А у нас же тепло. У нас на улице можно ходиться. Когда всем запретили, у нас пляжи открыли. У нас тусовка началась. Ну, в принципе, потом наука подтвердила, что на улице это не так опасен вирус. Он не такой заразный, как внутри. И он тут рискнул немножко. Но он сказал, я за свободу. И назвал оазис свободы, когда вот это он говорил, Флорида. Из-за этого цены на недвижимость у нас просто улетели. У нас теперь недвижимость близко начинает быть к ценам Сан-Франциско и Нью-Йорка и прочее. И, конечно, когда народ на это все посмотрел, говорят, нам нравится этот чувак. Но опять же, это Флорида, это специфика национального штата. Ну, а что же все-таки делать? Как вы считаете, в каком направлении вообще должна идти, так сказать, Демпартия, чтобы обратно как-то вернуть Флориду? Нужно ли, может быть, как-то менять повестку, адаптируясь, так сказать, к специфике именно флоридского электората? Какие шаги, как на ваш взгляд, необходимо делать демократам? Вы знаете, на сегодняшний день будет очень тяжело что-то сделать, пока Десентос у власти. Он как сильный лидер. Если у него не будет каких-то скандалов. Я слышал, что что-то Донелл Трамп говорил, что у него есть какая-то информация про его жену. Вот это вот мне не нравится, понимаете? Мы, как Флорид, когда нас атакуют, мы немножко защищаем своего губернатора. Поэтому если какой-то только скандал или прокол, а в принципе, как губернатор, он очень сильно укрепился в этом штате, насчет его роли как президента, не знаю, что если они проглотят всю информацию, которую, культурную информацию, которую она чувствуется тут. Но методы, он намного умнее Трампа. Пока он тут и у власти, я думаю, у демократов малыша. Честно вам скажу. Ну что ж, спасибо большое. Феликс Кижнер был с нами, политик, предприниматель. Феликс присоединялся к нам из Майами, штат Флорида. Спасибо за ваше время и за участие. И я думаю, что скоро обязательно увидимся вновь в нашем эфире. Ну а сейчас... Приезжайте в Афанин. Да, спасибо большое. Я, кстати, как раз вот всю пандемию практически, это был такой оазис, куда я постоянно ездила каждые, там, не знаю, вторые выходные, чтобы хоть какую-то почувствовать свободу. И действительно, даже тогда, если честно, прониклась к вашему губернатору. Спасибо большое, Феликс. Ну а сейчас к нам присоединяется Ольга Каменчук, профессор социологии Института политического анализа. Ольга, здравствуйте. Я приветствую вас в нашем эфире. Добрый день. Первый вопрос. Почему же так сказать республиканцы потерпели такую неудачу? Все-таки прогнозы были совершенно другими. И, в общем-то, уже демократы, можно сказать, лили слезы, да, по потере обеих палат. А тут вдруг оказалось все не так уж плохо. Что конкретно, какие конкретные ошибки допустили республиканцы, чтобы показать такие плохие результаты на этих выборах? Да, в этом году, по-моему, 60-летний рекорд по величине, такой низкому количеству разброса голосов между консерваторами и либералами. Обычно, как мы знаем, на предприятий выборах партия оппозиции берет большинство и, как правило, намного больше, чем то, что мы видели сейчас. Это нормально, это хорошо, что у нас в стране есть сменяемость власти, есть контроль оппозиции, есть критика. Это очень хорошо, да. Но почему получилось не так здорово, как надеялись, может быть, на какие результаты надеялись республиканцы? Тут сыграло свою роль несколько факторов. Один, история весенняя с Верховным судом и позиция по абортам. Как мы знаем, что это дало как раз шанс демократам выйти снова с такой повесткой страха того, что может произойти, если не только судебная власть будет в стране контролироваться консерваторами, но и вновь законодательная и исполнительная, то есть все три ветви. Как мы знаем, судебная власть решает политику страны на годы, на десятилетия вперед. И вот, конечно, эта тема поняла вопрос по-новому, о том, за кого голосовать. Особенно это стало важно для голосования пригородов, предместьей богатых, белых предместьей. И особенно женщин. В принципе, республиканцы, особенно протрампистски настроенные, в целом не очень хорошо в последнее время проявляли себя среди таких избирателей. Женщин, белых. А сейчас, после истории с абортами и введения этих ограничений, отмены поправки Роу vs. Уэйд. А вот после этого, конечно, женщины особенно, но не только центристы отнеслись особенно осторожно к республиканцам. Вот тут еще очень важен и интересен фактор господина Трампа. Республиканская партия очень здорово вложилась в него на протяжении последних двух лет. Несмотря на то, что он проиграл выборы, но многие из них продолжили поддерживать его позицию о том, что мы не признаем результаты, у нас их выборы украли и так далее. И, к сожалению, на праймерис, на предварительных выборах у консерваторов часто победу одерживали ультраправые сторонники господина Трампа. Я тогда еще говорила, что это, к сожалению, плохая новость для республиканской партии, потому что одно дело победить на праймерис, там обычно голосуют наиболее энергичные, активные большинству именно собственной партии, но потом нужно выйти на общие выборы, а там уже свое слово скажут недалеко не только сторонники твоей партии, но и колеблющиеся, и в том числе умеренные демократы, которые, может быть, поддержали бы кандидата твоего. И вот этого не произошло. И мы сейчас это видели. Кстати, это удар по господину Трампу. Вот вы знаете, как раз я хотела задать вам следующий вопрос в связи с этим. Как вообще эти выборы могут отражать и показывать нам как-то перспективу будущих президентских выборов? Потому что еще буквально вот 7 ноября, да, все, в общем-то, многие очень думали, что все-таки на следующих выборах может очень хорошие есть шансы у республиканского кандидата, особенно если это будет даже Трамп. А сейчас уже даже сторонники Трампа говорят о том, что лучше бы десантис, например, выдвигать на праймерис. Вот как вы считаете, насколько эти выборы сейчас отражают ситуацию в перспективе двух лет? Вы знаете, как раз я в интервью говорила о том, что если будет снова Трамп, то у республиканцев шансов снова нет. И опять именно потому, что его люди боятся. За него очень активно вписываются его сторонники, республиканской партии, ультраправые. Но вот умеренные республиканцы, классические американцы, классические республиканцы часто господина Трампа не поддерживают. Мы видели это по split ballot vote, по разделенному голосованию, когда в некоторых штатах на прошлых выборах, когда люди поддерживали своего консервативного губернатора, к примеру, или сенатора, и очевидно голосовали за неконсерватора президента, господина Байдена. Это мы видели. И, собственно, если даже посмотреть сейчас, например, прогнозы по возможным парам, да, если, например, будет Байден против Трампа, Байден против Десантиса, и даже Харрис против Трампа и Харрис против Десантиса, в обоих случаях демократы побеждают. Ну, кстати, еще про Ньюсом идет все-таки разговоры про Ньюсом. Ну, вот если эти две фигуры взять, они сейчас больше всего на слуху, но до выборов еще очень долго, еще очень много все может поменяться, и господин Трамп может укрепиться, и господин Десантис вообще блестяще проявил себя в своем штате. Сейчас встает вопрос, что делать дальше. Насколько я знаю, господин Трамп сейчас сомневается, сейчас ли ему объявлять о своем намерении баллотироваться. Да, но вы верите, что Трамп пустит кого-то, что называется, вперед батьки, что Трамп действительно может отдать свою номинацию, например, тому же Десантису, не идти на праймерис? Десантис весьма специфический кандидат, если мы рассматриваем не ультраправых, а колеблющиеся к нему и центристы к нему вопросов очень много имеют. Но все-таки у него не такой антирейтинг, как у господина Трампа. С господином Десантисом, я думаю, у республиканцев шансов больше. Но опять-таки... Тут я с вами абсолютно согласна, просто я боюсь, что Трамп, скорее всего, не отдаст, что называется, бразды правления. То есть, если Трамп пойдет на праймерис, то Трамп все-таки праймерис выиграет. Тут сомнений, в общем-то, я думаю, нет. Я думаю, да. Он победит, если он пойдет на праймерис. Но опять снова стоит вопрос для республиканцев. Над праймерисом он победит. Сможет ли он победить на итоговых выборах? Я в этом не уверена. Понимаете, это вот та же самая история, как с этими выборами, которые мы сейчас наблюдали. Все думали, что вот, может быть, республиканцы лучше себя проявят на сенатских выборах. Но этого не произошло во многом. Ну что, спасибо большое. Ольга Каменчук была с нами, профессор социологии Института политического анализа. Спасибо, Ольга, за ваше участие в нашем эфире. Спасибо. 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 Спасибо.